Я представлюсь, Елфимов Аркадий Григорьевич, руководитель фонда Возрождения Тобольска. Вчера исполнилось 25 лет Общественному благотворительному фонду Возрождения Тобольска. И сегодня я хочу поблагодарить в первую очередь руководство Главной Библиотеки России, Российской Государственной Библиотеки, за возможность нам всем здесь с вами собраться в этом замечательном румянцевском зале. И также поблагодарить и вас, конечно, что вы нашли время, возможность поучаствовать в наших таких вот торжествах, посвященных четверти века деятельности общественной организации. Ну и хочу сказать, что в программе у нас сегодня как бы первая часть такая книжная. Будем говорить о книгах, будет небольшая музыкальная заставка, а вторая часть это литературная. Значит, вручение премий, член Попечирского совета, давний друг мой Дмитрий Станович Мизгулин. Значит, он меценат российский, российского размаха, но и, значит, не только помогал фонду Возрождения Тобольска, очень многое сделал за последнее время, за последние, наверное, два десятилетия в плане поддержки культуры, русской литературы. Вот, и мы сегодня с ним договорились объединиться с его программой вручения литературных премий. Значит, ну, первое, с чего хотелось бы начать, все-таки еще раз выразить благодарность библиотеке, российской государственной библиотеке, потому что у фонда за эти 20 с лишним лет сложились очень тесные отношения с многими, особенно сибирскими библиотеками областными, краевыми, российскими библиотеками. Но, наверное, самое все-таки плодотворное сотрудничество у нас вот было за эти годы именно с главной библиотекой страны. Это и еще, значит, мы начинали как-то вот сегодня, мы будем говорить о том, что день наш связан сегодня еще и с именем уроженца города Тобольска Дмитрия Ивановича Менделеева. И мы в свое время издавали такой двухтомник, философское наследие нашего земляка, и презентовали его здесь, вот в этой российской государственной библиотеке, было достаточно давно это уже. Далее, значит, мы с Виктором Васильевичем Федоровым, сегодня у нас здесь, он президент библиотеки, раньше генеральный директор был, мы устраивали презентацию Атласа Ремезова, чертежной книги Сибири. Кстати, она сегодня здесь выставлена, подлинник. Вот, я помню, я часто рассказываю людям, как эта презентация проходила, нашего издания, значит, библиотека тогда из своих фондов вынесла этот памятник в витрине с охранником, и пришло около двух десятков специалистов, картографов, географов, которые просто пришли, чтобы прикоснуться взглядом к этому уникальному памятнику. Ну и дальше, значит, мы реализовали ряд еще, да, и я хочу сказать, что вы тоже можете на этой выставке не только прикоснуться взглядом, но, может быть, и прикоснуться тактильно, значит, вот к этому уникальному памятнику Семена Ильяновича Ремезова, первых карт Сибири. Ну и дальше, значит, мы еще ряд проектов с библиотекой реализовали совместно, ну и последнее наше все-таки вот большое достижение совместно, это Евангелие Федора Михайловича Достоевского, можно сказать, что уже полтора года назад мы в этом зале его презентовали, вот он тоже, это наше издание здесь на этой выставке предоставлено. Значит, мы подготовили каталог изданий в этой выставке, ну это, конечно, мы их назвали уникальные издания, но наши читатели, наши даже и библиотекари, и библиотеки говорят, что почти в основном книги фонда уникальны, и, конечно, можно было бы каталог этот расширить, но мы, вот, может быть, поскромничали, каталог внесли не все наши такие книжные шедевры, без ложной скромности сказать, но еще добавили на этой выставке последние дары фонда, библиотеки, и вот даже сегодня просто наша типография со станка, как говорится. Еще одно издание мы показываем, это пополнение серии библиотека Альманаха Тобольска «Вся Сибирь», значит, проза Михаила Тарковского. Значит, вот, Виктор Васильевич, хочу еще раз вас поблагодарить за сотрудничество, но вы знаете, что мы не остановимся на достигнутом, будем продолжать наше общее дело, значит, те уникальные рукописи, которые хранятся у вас, которые связаны с историей Сибири, мы будем продолжать вместе с вами вводить в научный оборот. Я вас хочу наградить благодарственным посланием, значит, вот, видите, красивая очень папка, значит, Василий Евгеньевич Валериус, замечательный художник книги, он здесь сидит рядом с нами, значит, он автор многих наших книжных шедевров, ну и вот такую папку еще, значит, подготовил к нашему сегодня юбилейному вечеру. Я вас благодарю. Дорогой Аркадий Григорьевич, уважаемые гости, Эпиграфом к своему выступлению я хочу сказать, что эта награда, как ты понимаешь, удобно сказать эти слова, это не персонально мне награда, а всему коллективу библиотеки, который, включая отдел рукописей, который действительно с огромным удовольствием сотрудничает с фондом Возрождения Тобольска. Аркадий Григорьевич, переходя, значит, собственно говоря, к этой дате, я вот вам вручаю официальный адрес приветствия Российской Государственной Библиотеки вашему фонду Возрождения Тобольска, который преследует две цели. За свидетельство наше глубокое уважение и почтение по отношению к вашему фонду и выразить надежду, что когда ваш фонд будет отмечать 100-летие, а наша библиотека будет приближаться к своему 300-летию, также в зале будут сидеть исследователи, и вот как сегодня чертежная книга Ремезова будет показана, будет показан этот адрес, который будет говорить о вашей давней истории. И несмотря на то, что Аркадий Григорьевич Месуров сказал полторы минуты, не больше много желающих выступить, я все-таки эти полторы минуты использую. Хотя мы действительно часто употребляем наш скромный титул главной библиотеки России, но я хочу вам сказать, что сотрудничество с фондом возрождения Тобольска для нас большая честь, потому что сколько у нас по России разбросанных городов со славной древней историей, и многие люди ведут такую работу. Но я хочу сказать, что если бы было какое-то соревнование среди подобного рода общественных формирований, то, что сделал этот фонд, это действительно очень здорово, очень много, и заслуживает всяческого уважения. Но сколь бы велики дела и проекты, осуществляемые, и которые в планах, как бы они велики и огромны не были, ни один проект не осуществляется без людей. Значит, я от всей души хочу сказать слова благодарности и искренней нашей признательности вам, Аркадий Григорьевич, всем вашим коллегам, с тем, с кем вы вместе творите эти проекты. И чуть-чуть там, не перефразируя, а украду цитату у поэта, что вот до тех пор, пока у нас есть такие люди в России, и будет наша страна жить и развиваться с праздником. Спасибо, спасибо, дорогой, уважаемый и дорогой. Значит, сейчас я предоставлю слово помощнику председателя Российского исторического общества, значит, Могилевскому Константину Ильичу. Пожалуйста, Константин Ильич, далеко вы? Спасибо, уважаемый Аркадий Григорьевич, уважаемые коллеги. Я исполнительный директор фонда Истории Отечества. Фонд Истории Отечества действительно по инициативе Российского исторического общества, создан президентом России уже почти три года назад. И я хотел бы, приветствую вас, вспомнить, как мы познакомились с Аркадием Григорьевичем. Это был, если не ошибаюсь, 13-й год. И был визит тогда председателя Государственной Думы в Тименскую область. Мы проводили встречи с историками в Тобольске. И именно тогда, мороз был, по-моему, 42 градуса, именно тогда запустился вот этот большой проект, о котором теперь все знают, проект оцифровки картотеки потерь в Первой мировой войне. Картотека, которая фактически возвращенная в общественный и в научный оборот, возвратила память людям о той войне. Это началось вот как раз в Тобольске. С этого началась история нашего знакомства. Я хотел бы сказать, но я выскажу свое мнение, в праве ни со мной не согласиться, но мне кажется, что вот о таких людях, как Аркадий Григорьевич и его коллеги, которые организуют пространство вокруг себя, действия эффективные в экономике, в культуре, в книжном деле, вот на таких людях Россия и держится. И я хочу выполнить поручение председателя Российского исторического общества, председателя Совета фонда истории отечества Сергея Евгеньевича Нарышкина и вручить, Аркадий Григорьевич, вам грамоту Российского исторического общества за значительный вклад в изучение и популяризацию истории России. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, когда председатель Государственной Думы Нарышкин Сергей Евгеньевич был в Тобольске, у нас действительно было под 40 градусов, и похоже, ему понравилось. Я тогда напомнил на этом заседании, что пословица есть такая в Сибири. Сибирский холод, всякий молот. Да, значит, но я хотел бы несколько слов сказать о наших попечителях, потому что все эти программы, наши книжные, да и другие все просветительские проекты фонда, это, конечно, с помощью помощников, кто нам помогает их финансировать. И есть попечительский совет. И я бы хотел вспомнить, сегодня, к сожалению, не смог прийти Юрий Сергеевич Осипов, наш замечательный табаляк. Значит, в 90-е годы, 25 лет тому назад, именно он, значит, мощно поддержал, еще только что как бы вступивший в должность, огромную работу на себя взвалив, президента Российской Академии Наук, он согласился стать председателем попечительского совета нашего фонда. И я вот ему уже говорил, тут на последней встрече у нас был круглый стол, что Юрий Сергеевич, конечно, взял на себя такую ответственность, потому что, ну, он мало знал меня, значит, а в то время плодились такие общественные всякие организации, благотворительные фонды, под крышами которых творились всякие безобразия, там и сигаретами, и водкой торговали, и чем только не занимались. Вот, но вот Юрий Сергеевич в то время, значит, такую крепкую руку или плечо подставил нам, и благодаря ему многие годы мы успешно как бы шли вперед. Но последнее время, вот после 14-го года, попечительский совет фонда возглавил не менее замечательный наш сибиряк Юрий Константинович Шафраник. Сегодня, к сожалению, он не мог опять же присутствовать. Было в три часа совещания, у министра иностранных дел перенесли на четыре, и он мне сейчас позвонил, что, скорее всего, уже не сможет и приехать. Вот, но у нас есть еще ряд членов попечительского совета здесь, и вот Крюков Валерий Анатольевич, значит, один из членов. Мы с ним будем вместе дальше вручать благодарственные письма. Значит, он член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института Экономики. В общем, вот тоже заслуженный человек и наш большой помощник в попечительском совете. Пару слов? Да, буквально пару слов. Слова особой благодарности Аркадию Григорьевичу, соратникам, единомышленникам, всем тем, кто поддерживал, поддерживает и будет поддерживать деятельность фонда. Я директор Института Экономики и Организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Сибирское отделение всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать то, что делает фонд. Но я хочу сказать, что это все представляет интерес не только в историческом контексте. Россия опять двинулась на восток. И поэтому осмысление и применение того колоссального опыта, который накоплен нашими предшественниками, имеет колоссальное практическое значение. И этому свидетельствует четырехтомник по Северному морскому пути. Поэтому дела фонда, они приумножаются значимостью практической для современной России. Огромное спасибо и многое лето фонду. Спасибо. Я еще хочу вручить близкому другу нашего фонда, Виктору Федоровичу Молчанову, руководителю отдела научных рукописей Российской государственной библиотеки. Это отдел, который хранит 600 или 700 тысяч славянских рукописей. Самое крупное собрание в мире. И все рукописи практически наших писателей-классиков, поэтов и литераторов. И мы с Виктором Федоровичем уже не один проект реализовали. Поэтому, Виктор Федорович, вам от нас благодарственное наше послание и вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Подъезды в Российской государственной библиотеки, ныне тогда Ленинки, штурмовали некие раскольники, я не знаю, как их теперь назвать, но люди, которым был вручен мандат на ликвидацию Ленинки. То есть люди, которые приехали практически за фондами, которые здесь накапливались столетними нашей соотечественной. И в этой обстановке в Тобольске поднимается знамя возрождения. Это, наверное, первое место и первый фонд и первая общественная организация, которая подняла эту плоду. Вот в условиях такой стихии вдруг возникает такое инициативное движение, которое сейчас, в общем-то, общественный благотворительный фонд возрождения Тобольска, по-прежнему это держит высоко флаг. Безусловно, Российская государственная библиотека не могла не поддержать эту инициативу. И вот эта вот самая красота, в которой мы сейчас находимся, передо мной выступал Виктор Васильевич Федоров, это его заслуга. Что сюда пришли строители, что сюда пришли люди, которые умеют строить и возрождать точно так же, как строителям и человеком, возрождающим нашу культуру и нашу архитектуру, является Аркадий Григорьевич. Мы поддержали эту инициативу и практически Аркадий Григорьевич сам выбирал, что будет издавать фонд. А мы в этом случае ему помогали. У него очень хороший вкус. К этим проектам он привлекал самых талантливых ученых. Здесь присутствуют и Владимир Николаевич Захаров, я его сегодня видел. Здесь привлечены были самые талантливые художники книги, Василий Евгеньевич и Валериус, я тоже сегодня здесь видел. Самые талантливые издатели. Потому что если вы посмотрите сейчас на эти книги, вы увидите, что каждая из этих книг отличается, они похожи друг на друга. Но каждая из них, эта красота, это совершенно удивительная, которая в каждой библиотеке, которую мы собирали с вами, насколько помню, здесь вот смотрю по возрасту, с детства в библиотеке, каждая мечтает о такой книге. Я бы только остановился еще на одном таком моменте. Аркадий Григорьевич перечислил тут несколько фоксимильных изданий. И издание Евангелия Достоевского. Сейчас выходит свет, уже завершена работа по острову Сахалину, Чехову, Антон Павловичу Чехову. Мы издали атлас землем регулярных войск 1858 года. Это казачий войск. Удивительный документ, уникальный документ по истории казачества. И ряд других. Так вот, чем отличаются эти издания? Не только красотой, не только, так сказать, вот как бы новым введением в оборот новых исторических источников. Но еще это здесь были реализованы новые научные направления. В том числе такое направление, как оптико-электронная текстология. Которая помогла создать новый вид фоксимильного издания. Фоксимильное издание, в котором восстанавливаются, реконструируются тексты, классику отечественной литературы. И делают новые, позволяют новые, делают открытие нашим ученым. Аркадий Григорьевич, я желаю, чтобы ваш фонд продолжал эту линию. У вас талантливые помощники. У вас замечательные подвижники в вашем попечительском совете, я знаю. От нас, библиотекарь, вам поклон. Здоровья крепко на многие лет. Ну, дорогие друзья, продолжаем. Много лет нас связывает дружба и сотрудничество результативное с народным клубом «Русские басы». Сидоров Вячеслав Алексеевич, мы ему вручим благодарство на наше послание. Валерий Анатольевич вручит. И после этого будет музыкальная пауза. Пожалуйста, Вячеслав Алексеевич. Спасибо. Я. Ну и слово Вячеславу Алексеевичу. А мы немножко отдохнем. Паса. Ну, нельзя не сказать о таких... Нельзя не сказать о таких делах, в которых Аркадий Григорьевич сыграл сильную роль. Ну, во-первых, организация в Тобольске и в Тюмени, выставки мирового значения художника Сергея Бочарова, который был обладателем, то есть есть обладатель трех гран-при в Испании, во Франции и в Венеции. Является профессором Академии художеств итальянской и австрийской. Надо сказать, в таком качестве он представлял свои труды и был дан импульт беспрецедентный в течение двух лет прохождения этой выставки по девяти городам Сибири. Второе значительное явление – это организация первого в истории русской культуры и на сегодня единственного музыкального фестиваля великого табаляка, выдающегося композитора, участника Отечественной войны 1812 года Александра Алябьева. И Аркадий Григорьевич содействовал выпуску компакт-диска из произведения Алябьева 23 романса и песни в исполнении нашего великого баса и артиста Александра Филипповича Ведерникова. Мы даем тут маленький фрагмент музыкальный, учитывая предоставленное время. Он состоит из переложений с фортепиано и органа на баян, который сделал и исполнит Михаил Чернов, лауреат всероссийских конкурсов. Первый номер, учитывая торжественность мероприятия, это сокращенный вариант переложения пасакалия Генделя. Спасибо. 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 Далее только Олегов. Ну, учитывая радость момента, веселый час на сихи Майкова исполняет лауреат международных конкурсов, солист, приглашенный с театра имени Станиславского Эдемировича, дальше Дмитрий Степанович. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Вячеслав Алексеевич. Замечательный исполнитель. Спасибо. Но мы, к сожалению, очень нарушаем наш регламент. Будем продолжать. Значит, еще один член Попечильского совета Сергей Иванович Каханов. Пожалуйста, помогать мне. И хотел его представить. Бывший генеральный директор Тобольского НХК. Мы с ним лет 30 как знакомы уже по Тобольскому, по Тобольской стройке. Но сейчас он генеральный директор компании «Мономер». Посчетный химик России. Заслуженный человек. Сейчас я приглашу для вручения благодарственного послания. Значит… А, да. Да. Аркадий Григорьевич, я познакомился в 1987 году. Я приехал по приглашению работать на Тобольский нефтехимический комбинат. И этот год почему 1987? Потому что Аркадий Григорьевич, работая в должности председателя Городского исполнительного комитета на тот период, молодой, активный человек, который занимался именно развитием строительства социальной сферы города Тобольска. Естественно, участвовал в штабах по строительству Тобольского нефтехимкомбината. И вот 1987 год – это год, когда было большое наводнение реки Иртыш. И вот возглавляя штаб по спасению от наводнения города Тобольска, Аркадий Григорьевич прекрасно с этой задачей справился и спас город. Я рад и поздравляю. И самое-то интересное, что в 90-х годах Аркадий Григорьевич, естественно, не опустил руки, а возглавил, создал такой фонд возрождения Тобольска, который сегодня знают не только в Сибири, не только в России, но и за рубежом. Аркадий Григорьевич, я извиняюсь, но я не могу не зачитать послание, послание, не буду читать, я одну строчку, послание благодарственного письма от Российского союза химиков. Уважаемый Аркадий Григорьевич, Российский союз химиков поздравляет вас с 25-летним. Примите искренние слова благодарности за ваш труд. Сокращаю, и самое главное, благодаря вашей целеустремленности и настойчивости в общественной деятельности вы заслуживаете большой авторитет. И особая признательность вам от Российского союза химиков за проделанную работу в память замечательного, выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. От всей души поздравляю и желаю вам всех успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приглашаю Дворцова Василия Владимировича Дорогой, член союза писателей, секретарь союза писателей России, сибиряк, автор очень многих наших совместных проектов «Альманаха Тобольска и вся Сибирь». Вот здесь уникальная книга «20 имен Тобольской истории» представлена на выставке, его замечательный эссе в этой книге в Любли. Ну и, значит, сейчас мы продолжаем трудиться, он, может быть, еще скажет об этом, да, в дальнейшем. Значит, вот Василий Владимирович Дорогой, Сергей Иванович вручает, от нас обоих, давай. Да, Василий Владимирович, успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ Коротко, коротко. Очень коротко. Действительно несколько лет сотрудничаем с фондом и… Участвую в уже нескольких проектах, продолжаю работать, счастлив, потому что вижу, как от каждого издания к изданию собирается история нашей Родины. Ну, здесь вот студентов нет, поэтому все взрослые люди, мы знаем, что никакой объективной истории никогда не существует в мире. Она всегда субъективна, каждый историк по-своему трактует. Но мы… то, как трактует историю России Илфимов, это просто замечательно. Это просто трактовка любви к России. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, дорогие друзья, вот присутствует высокий гость у нас еще, с которым тоже долгая дружба нас связывает. Это Чеченев Константин Васильевич. Он возглавляет ассоциацию книгоиздателей России. Конечно, для книгоиздателей сегодня в России очень непростое и сложное время. Он просто отец родной. Вот. Но мы как бы находимся в более выигрышной ситуации по сравнению с издательствами, которые занимаются коммерческими изданиями. Они должны получить прибыль, продать там, реализовать. Мы все-таки вот благодаря тому, что имеем наших попечителей, можем, значит, как-то вот не зависеть от рынка книги. И поэтому нам удаются такие шедевры. Но Константин Васильевич, действительно, вот я много лет наблюдаю его работу. Здесь его вице-президент ассоциации Филимонов Олег Васильевич. Значит, они, конечно, сегодня, вот, если мы какие-то имеем успехи и победы в нашей общественной организации, то они никак не меньше. И я с большим удовольствием, значит, вот мы вместе с Сергеем Ивановичем вручаем Константину Васильевичу вам это благодарственное послание. Спасибо. 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 На самом деле, хотелось бы вот именно от лица издателей поздравить фонд, поздравить Аркадия Григорьевича, с этим юбилеем, 25 лет. На самом деле, мы, я вот как сам директор издательства «Белый город», и мы тоже старались всю жизнь свою делать книги по истории России, книги достойные, интересные, такие глубокие. Но я ему по-хорошему завидую, потому что вот те труды, те книги, которые он смог вернуть в оборот книжный, те проекты, которые у него удались, и теперь они находятся в библиотеках Сибири, в библиотеках России, конечно, это огромная его заслуга, и в то же время это наша зависть. Аркадий Григорьевич, от всей души действительно поздравляем, потому что ваши труды, вот эти фундаментальные книги, которые сделаны с лучшими специалистами российского книгоиздания, с авторами, с библиотеками, с фондами, с специалистами дизайна, отпечатанными в лучших типографиях, как за рубежом в России, и в конечном итоге переданной библиотеке, где они найдут свою вторую, третью, четвертую жизнь. За это вам огромное спасибо от всего нашего издательского сообщества. Я надеюсь, что в этом году на нашем конкурсе очередные ваши проекты найдут достойную оценку, но от себя лично я действительно хотел бы вот сказать вам огромное спасибо, потому что недалеко нескольких лет мы проводили недавно конференцию в Тобольске, и, конечно, такое внимание, что было уделено нашим издателям, которые приехали со многих регионов России, когда люди увидели, как человек любит свой край, и только это, наверное, показывает, почему вот это все состоялось. Огромное вам спасибо. А фонду, фонду. Больших успехов в дальнейшем. Вот у нас большая программа, с Дмитрием Александровичем Визгулиным, еще вот по вручению литературных премий. Дима, подожди. Ну, я просто хочу сказать, что вот мы, к сожалению, поздно начали, и затягивается наше, а еще впереди вот у нас вручение, и мы должны быть как-то вот более коротко, значит, здесь говорить. И я хочу, значит, сказать, что Константин Васильевич сейчас сказал, что, да, значит, лучшие художники работают над изданиями наших книг, и, конечно, я-то, ну что строитель, ну я какой-то организатор, ну вот маэстро Василий Евгеньевич, Валериус там, да, ну шедевры, ну каждое издание – это шедевры. И, Василий Евгеньевич, мы вам вручаем искренне, с искренней благодарностью письмо и все эти награды книжных конкурсов. Это все, конечно, работа во многом художника, ну и, конечно, составителей и литераторов. Пожалуйста, Сергей Иванович. Вы знаете, работа дизайнера с книгами фонда требует от него предельной и полной отдачи творческих сил и профессионального умения, поскольку фонд занимается возрождением книжного искусства, которое действительно находится сейчас в трагическом состоянии в России, за что я лично, как дизайнер, как художник, безмерного Марка Григорьевича благодарен. Спасибо. И еще один художник – Иван Евгеньевич Лукьянов, который тоже здесь вот и Любинский проспект и много других, и 20 имен Тобольской истории, вот таких наших книжных шедевров. Значит, Иван Евгеньевич. Искренняя и глубокая благодарность. Будем дружить и дальше. Пару слов. Аркадий Григорьевич, спасибо вам за муки творчества, за то, что кроме этих мук вы дали возможность создать и историю Родины. спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Коротко, я по-другому и не умею. Добрый день, дорогие друзья. Уважаемый Аркадий Григорьевич, поближе к микрофону. Уважаемый Аркадий Григорьевич, вся ваша деятельность, вернее, деятельность фонда, нашего фонда и лично ваша деятельность, я думаю, очень четко вписывается в предначертание нашего великого поэта, Которая звучит следующим образом Пока свободою горим Пока сердца для чести живы Мой друг Отчизне посвятим Души прекрасные порывы Вот все сказано Добавить здесь нечего Еще один давний помощник Из города Омска Титарев Виктор Владимирович Приехал Здесь дорогой мой Виктор Владимирович Но тоже Евангелие Достоевского Мы вместе презентовали Омские предприниматели Которые он их там объединяет Окучивает Простите за грубое слово И полтора десятка лет Мы вместе с омичами Как ни с каким другим городом И главный помощник В этих программах Объединить предпринимателей Помочь фонду возрождения Тобольска Это Виктор Владимирович Китарев Виктор Владимирович Китарев Спасибо большое Замечательные слова Были сказаны уже неоднократно Сегодня по поводу того Что фонд и Аркадий Гойч Создают собственно историю России Действительно это так Очень важно Я хотел добавить к этому Одну очень важную вещь Я могу много про Аркадия Гойча говорить И кстати говорю много Всем рассказываю Потому что помогаю Чем могу Ромная очень помощь Но вместе с тем Но одну вещь хотел бы сказать Избитые фразы По поводу богатства России Прирастать Сибирью И так далее Мы это все слышали Но хотел бы обратить На одну вещь Внимание Вот в этих анклавах И как в Сибири Сохраняется чистота языка Это очень важно И это неоспоримо Вот русского языка Но мне кажется Что Аркадий Григорьевич Продемонстрировал И вся деятельность фонда И ваши уважаемые коллеги Друзья Что нам здесь в Сибири Там в Сибири И здесь наверное в России Удалось сохранить чистоту мысли И мне кажется Это очень важно Поэтому спасибо вам большое Аркадий Григорьевич Спасибо на добром ходе Ну вот еще один наш помощник Уже из Москвы Значит молодой предприниматель Но тем не менее Значит мы недавно сотрудничаем Павел Витальевич Карпов Хотел бы вас тоже поблагодарить За поддержку очень серьезную Последних наших проектов И особенно Ивангелия Федора Михайловича Достоевского Вот я надеюсь Что мы еще и впереди посотрудничаем У нас вот проходите Значит еще двухтомник Белорусы в Сибири Я надеюсь Что мы все-таки вместе его поборем И Дмитрий Александрович Вручает наше благодарственное послание Спасибо большое Спасибо огромное Вот для меня это большая честь Фонд собрал вокруг себя Абсолютно разных людей Но всех объединяет одно Любовь к России Итак друзья Короткое отступление еще сделаю Мы сегодня с вами В замечательный день Собрались Значит 1 марта Сегодня 150 лет К периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева Дмитрий Иванович Менделеев Уроженец города Тобольска Ученый Всех временных всех народов Наверное Чуть ли не самый главный Да Ну по крайней мере С нашей Тобольской земли Так это видится Вот Ну и что хотел бы сказать Что значит Вот организация Объединенных Ассамблей Организация Объединенных Наций Назвали год Значит 19-й В котором мы сейчас живем Годом Периодического закона При этом правда Вот Запад Значит забывает Что это закон Дмитрия Ивановича Менделеева Не указали Но тем не менее Значит Это очень знаменательный Для нас Особенно Тоболяков Год И в этом году 8 февраля Исполнилось еще 185 лет Со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева И вчера Мы в день 25-летия Фонда Возрождения Тобольска В парке Ермакова поля Которым я тоже уже занимаюсь Почти 25 лет Открыли Скульптурную композицию Такую Посвященную Нашему замечательному Великому земляку И его периодическому закону Вот сейчас Заставочка будет Вы можете посмотреть Это торжественное открытие Этого монумента Но мы еще будем Доводить его до ума Там значит Благоустройство И озеленение И цветочные клумбы И так далее Вот сейчас Настроится Значит вот такой Автор проекта Белоусов И бюст бронзовый Дмитрий Иванович Менделеева Московского скульпта Лушникова Михаил Арест Еще он тоже здесь в зале Вот торжественное открытие Вчерашнее В преддверии вот этого праздника Сегодняшнего 150-летия И я бы хотел пригласить Значит Дерма Владимировича Смирнова Сюда И еще Значит Из музея Усадьбы Боблова Смирнова Значит Николая Александровича Который является вообще Потомком Дмитрия Ивановича Менделеева Николай Александрович Где вы далеко Пожалуйста Проходите сюда Значит Ну я хотел сказать Представить Дерма Владимировича Смирнова Это замечательный Писатель Журналист Человек-энциклопедист Буквально значит Где-то уже 40 лет назад Он написал книгу О нашем землете Дмитрия Ивановича Менделеева ЖЗЛ До сих пор считается Лучшая его книга И мы с ним сделали Совершенно Замечательный Двухтомник Философское наследие Дмитрия Ивановича Менделеева После этого Я получал Из московских Университетов Такие Как бы Письма Что Как это вам удалось Вот Совершенно Мало известных Работ Менделеева И совершенно Неизвестных работ Составить такой Уникальный Совершенно сборник И поэтому Значит Дерма Владимировича Смирнов Мы Наша дружба Тоже Два десятка лет Продолжается И думаю Будем дружить и дальше Искренне Благодарим вас И глубокий поклон И вам Благодарственное послание Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Музея Усадьбы Боблова Усадьбы Дмитрия Ивановича Менделеева Я хочу подарить Медаль Значит Музею Поскольку Мы тоже давно Дружим И даже Как-то Значит Там из Тобольска Я отправлял Кедр Сегодня он там Я как-то был Растет уже В полный рост Значит Дерево Тобольское Там Значит Усадьбы Боблова Которое восстанавливается Тоже буквально Из пепелища Вот Нашими музейщиками Значит Вот Энтузиастами Такого своего дела Я вам дарю Я вам дарю эту медаль Значит И хотел бы сказать Два слова Что буквально Два слова Значит У нас Это 62-я медаль В коллекции Которую делает фонд Коллекция называется Славенград Тобольск Как бы такая Своеобразная доска почета Вот городу Тобольску В высоком медалерном искусстве Так что вот Николай Александрович Привет Нашей тоже Доброй знакомой Директору вашему Мисточник Светлане Михайловне И значит Будем Приезжайте в Тобольск Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ А вы Пару слов Друзья мои После войны Сталин собрал Своих соратников И Стоя перед картой мира Давал Оценки Разным странам После Второй мировой войны И когда он дошел До Западной Европы Он махнул рукой Сказал А это Мелкая Разменная монета И меня Эта мысль Страшно поразила И я Много размышлял На эту тему И мне пришла в голову Такая мысль Смотрите-ка Мы действительно Отличаемся От Европы У Франции На восточной границе Германия У Германии Польша У Польши Белоруссия У Белоруссии Россия А у России За спиной Сибирь И такого Государства Больше В мире нет И то Что делает Аркадий Это величайшее Дело Для нашей страны Я считаю Что то Что он сделал И делает Это Залог Нашего будущего Молчи Скрывайся И таи И чувства И мечты Свои Пускай В душевной Глубине И всходят И взойдут Они Как звезды Ясные В ночи Любуйся Ими И молчи Лежить Самом себе Умей Есть целый Мир Души Твоей Таинственных Волшебных Чувств Дум Их заглушит Наружный Шум Дневные Ослепят Лучи Внимай Их Пень И молчи Любимое стихотворение Дмитрия Ивановича Менделеева от Федора Ивановича Тютчев Извините что пару слов я тут нарушил Спасибо Приезжайте в музей заповедник Менделеева Блока Так он у нас называется Еще приглашаю Снятенко Людмилу Михайловну и Снятенко Александра Викторовича Давайте вместе Значит Я вам хочу сказать дорогие друзья Наши книги с самого начала отмечали их высокой значит полиграфией отмечались потому что мы печатали вообще всегда наши первые издания наверное лет 5 или 10 или 7 там значит в Вероне в Италии но значит вот потом мы наконец нашли в России соответствующую Италии полиграфическую базу и начали сотрудничать с Людмилой Михайловной Снятенко и сделали тоже немало совершенно уникальных книг но я потом уже позднее вот с Александром Викторовичем ее сыном познакомился и значит вот сейчас мы плотно сотрудничаем это действительно вот как дар судьбы найти вот таких помощников в плане вот полиграфического исполнения наших шедевров и вот Василий Евгеньевич даже мне говорил что Снятенко надо особо там подчеркнуть его вклад вот в то Евангелие Достоевского которое мы полтора года назад презентовали Дмитрий Александрович награждай пожалуйста я хочу сказать что для нас это большая честь и большой подарок судьбы работать с фондом в котором удивительные люди и удивительная способность собирать вокруг себя настоящих высоко духовных людей поэтому спасибо вам большое и я думаю что мы будем и прежде и в дальнейшем делать все что от нас зависит чтобы фонд процветал и чтобы процветала Россия наша культура спасибо Григорьевич нам посчастливилось работать с фондом и заниматься выпуском таких уникальных изданий это действительно большое счастье и как Михаиловна сказала подарок судьбы мы постоянно удивляемся колоссальной работе которая проводится фондом и вами лично по подготовке этих изданий скрупулезному тщательному основательному а мы соответственно наша задача довести это до логического завершения и сделать так чтобы это издание действительно радовало читателей желаем вам долгих лет сил здоровья реализовывать ваши необыкновенные необыкновенные идеи замыслы и долгих лет вот уже к концу подходим два слова всего еще хотел бы сказать о замечательных российских скульпторах которые вместе с нами в Тобольске сделали немало просто шедевральных памятников это Михаил Владимирович Переславец но сегодня там министерские обороны у него там совещание он возглавляет студию Грекова и в общем звонит в последний момент очень сокрушается его памятники Достоевскому Федору Михайловичу Петру Павловичу Ершову следующий Мильченко Сергей Григорьевич значит он памятник Алябьеву но мы его будем еще честовать в середине марта награждать премию Федора Конюхова а сегодня мы хотели бы вручить еще благодарственное послание вот я уже говорил Лушнику Михаилу Арестовичу который не только замечательный этот Менделеев бюст сделал но еще и там бюст Шейну Михаил Арестович дорогой побыстрее давай уже будем заканчивать Дмитрий Александрович ну и значит я уже говорил что с Дмитрием Александровичем Мезгулиным много лет или десятилетий дружбы значит тоже очень мощное дружеское плечо и член попечительского совета и значит ну трудно было бы перечистить те наши маленькие и большие победы которые мы совместно сделали но времени нет надо передавать слово вам я искренне тебя благодарю поздравляю и благодарственное послание и передаю тебе слово спасибо дорогие друзья значит я тогда сразу перейду к церемонии нашей премии премия это учреждена премия имени Лескова и премия слове связующая нить за лучший художественный перевод с произведения русской литературы на зарубежные языки я бы сюда хотел пригласить премия это учреждена нашим союзом писателей России я бы хотел сюда пригласить Геннадия Иванова первого секретаря правления союза писателей России и председателя жюри премии секретаря правления союза писателей России Игоря Смолькина и все даю в ваши руки дорогие друзья прежде всего я хочу выразить необыкновенные какие-то чувства в связи с юбилеем этого фонда вы знаете два раза вот в последнее время испытывал какой-то трепет это когда был в звездном городке вот совсем недавно перед космонавтами так сказать как-то пришлось общаться с ними читать стихи вот и сегодня второй раз есть этот трепет вот дорогой Аркадий Григорьевич Аркадий Григорьевич союз писателей России с вами мы коротко будем дорогие друзья я хочу объявить церемонию учения всероссийских литературных премий Николая Семеновича Лискова «Вчарова иностранник» и премии за лучший художественный перевод слове «Совязывающая нить» открытые буду предельно краток премии «Вчарова иностранник» вручается в этом году восьмой раз и за минувшее время Аллея Славы премии «Семеновый гением» Николая Семеновича Лискова прошло немало известных знаменитых российских писателей вот лишь некоторые имена Александр Параханов Станислав Куняев Владимир Бондаренко Магомед Ахметов Владимир Костров Еврей Поляков Валерий Ганичев и многие другие и вот Аллея Славы сегодня ждет рождения новых лауреатов от имени жюри я говорю что мы выбирали самых достойных и первым я хочу назвать имя замечательного современного писателя Сергея Шургунова скажу несколько слов о его лауреатской книге писать воспоминания для того чтобы они понравились читателям чтобы смогли увлечь весьма непросто нужно наверное проявить предельную искренне смелость писать без оглядки на то как посмотрят и что скажут и плюс это должно быть помножено на талант и мастерство если говорить о Сергее Шургунове то все это присутствует у него в должной степени его река памяти прозрачная чиста если следуешь за автором ее глубины то вдруг видишь вокруг себя как мелькает столетие 17-е 19-е 21-е как наматывается на ось история расстояния Москва Урал Сибирь Дальний Восток и ты следишь с удивлением за первооткрывательным и исследовательным Арктики Русановым ты исследуешь изгибы и зигзаги судьбы братьев Герасимовых с умилением слушаешь сказания о серебряной ложке а язык язык прозрачен чист как хрустальный родник за такую речь не жалко отдать любую премию поскольку у нас лишь одна премия Николасимовича Лескова мы выручаем диплом этой премии Сергеев Я просто тронусь вашими словами но замечательно что это премия существует спасибо Аркадию Григорьевичу за все подвижническое дело которое осуществляется на наших глазах это просто бесценный вклад в существование самой нашей страны потому что без этого нет и нас и конечно для меня высокая честь получить это премию через это буду писать новые книги а вообще конечно биография Лескова требует большего исследования согласитесь вот у меня есть книга Валентина Петровича Катаеви его биография написать написать серьезное биографическое произведение которое бы открыло его судьбу человека который все время находится в несколько затененном это было бы важное спасибо за премию для меня это всегда приятно получать но всегда это еще и не такой стимул для того чтобы писать совершенно слова эти предсказаны и замечательно и поэтому реально однажды появится такая замечательная книга Валентина Петровича в дискове которую напишет для нас Валентина Петровича Я объявляю лауреата второй премии в номинации художественного проза Луша Ильина Сергеевна и для представления я вам приятно представляю его приглашаю на сцену Казинцева нашего худестника Слова заместитель главного редактора журнала нашего современия мне представляется символичным что Елена Тулушева получает премию сразу после Сергея Шаргунова поколение Шаргунова сейчас на пике развития а за ним след в след идет поколение 30-летних которая так ярко и обаятельно представляет Елену Тулушева она дебютировала пять лет назад а сегодня литературная газета уже называет ее среди известных писателей за пять лет Елена опубликовала три книги и напечатала десятки рассказов в лучших журналах страны от нашего современника до нового мира каждая ее книга получала премии на каждую книгу откликались рецензенты Елене писали Михаил Тарковский Роман Сенчин Валентин Курбатов Сергей Есин Андрей Рудалев ее произведения переведены на немецкий итальянский китайский арабский другие языки а в Минске вышла книга переводов ее рассказов на белорусский в чем причина такого успеха ну прежде всего в темпераментно обозначенной гражданской позиции Елена Тулушева много лет работала в центре помощи неблагополучным подросткам и во многом стремление привлечь внимание к их судьбам к их проблемам и побудила ее писать но интересны и привлекательны и собственно художественные достоинства ее прозы это продуманность композиции свободная от всего лишнего это драматичность сюжетов это динамичные диалоги это выразительные детали и особо отмечу своеобразная манера повествования которую я бы назвал вненаходимостью автора в отличие от многих своих сверстников которые очень любят покрасоваться в тексте поглядите какой я талантливый какой я гуманный и так далее елена устраняется из текста и все внимание читателя привлекает героям и их проблемам это дает большой художественный эффект представление закончу словами романа Сенчина елена Тулушева пишет жесткую прозу и в то же время это тонкая истинно художественная проза она не играет словами смыслами не играет в литературу она ее создает поздравляю Елена спасибо спасибо в текстах я действительно самоустраняюсь надеюсь что здесь буду более заметна и спасибо я очень тронута и мне очень приятно действительно мой литературный путь достаточно был коротким пока что и мне очень приятно что та тема те темы которых я касаюсь они откликаются откликаются в сердцах читателей откликаются наверное в сердцах жюри потому что мне хочется чтобы об этом говорили и на самом деле дети это просто дети подростки это просто одна ниша на самом деле по большому счету я пишу о нехватке любви но не в манере женской прозы мужчина женщина а в глобальном понимании слова любовь какое-то сопереживание эмпатия мне кажется что это очень значимая тема спасибо надеюсь что я буду достойным представителем нашего поколения как озвучил Александр Иванович может быть когда-нибудь мы тоже станем хотя бы приблизительно так известны как поколение Сергея Ширгунова Романа Сенчина и Захара Прилепина спасибо большое Дорогие друзья прежде чем вручить диплом по поэзии я предлагаю сейчас вспомнить о поэте Глебе Яковлевич Горбовском которого сегодня отпели в Санкт-Петербурге которого похоронили сегодня это прекрасный выдающийся русский поэт давайте минутой молчания его помянем пожалуйста в номинации поэзии вторая премия присуждается Орлову Александру Владимировичу за книгу стихов Юпифань первое его и не случилось в этом году но вторая премия тоже значима и важна для поздравления лауреата я приглашаю русского поэта Игоря Тюленина ни один русский человек не хлопнул русскому поэту о спасибо я вот хотел бы поздравить Александра Орлова за эту книгу Епифань знаю его и по пушкинским праздникам и на золотом витязи давно за ним слежу и русская поэзия это все-таки мастерская патриотизма потому что настоящий русский поэт это всегда патриот вспомним блока который я художник поэтому я не либерал еще одного великого хочу любимого моего поэта вспомним который по воспоминаниям Вольфа Эрлиху якобы говорил Сергей Есенин кстати недавно освежил в памяти в нашем современном прекрасном журнале о котором сейчас недавно говорил вот что говорил Есенин Эрлиху говорил о Маяковском знаешь почему я поэт а Маяковский так себе непонятная профессия у меня родина есть у меня есть Рязань я вышел оттуда и какой-никакой а приду туда же а у него ничего вот он бродит без дорог не знает куда приткнуться хочешь добрый дам тебе совет ищи родину найдешь пан не найдешь все как собаки под хвост как псу под хвост правильно да пойдет вот поэтому Александр родину свою нашел это Смоленщина это его великий земляк Александр Твардовский ну что я могу пожелать чтобы в следующий раз первый диплом получил вот Саша тебе как хлопать уже русскую аудиторию разбудили добрый вечер ну знаете мое знакомство с Смоленщиной оно ведет в общем-то свой исток в самое детство когда я спросил у своего деда часть которого назван им нашу одну фамилию откуда ты он мне сказал я из Смоленщины это было настолько сказано широко и первый раз уже спустя лет 10 после смерти дедушки я побывал на Смоленщине так случилось я ехал с двумя своими дядями мы везли крест на могилу моего двоюродного дяди которого повесили фашисты в имени Глинкин Новоспасском он был просто поменять старый на новый и когда я ехал смотрел сначала в окно ведь мы же часто воспринимаем родину когда просто смотрим на нее смотрим из окна смотрим по телевизору смотрим на эти бескрайние просторы как мы сегодня видели вот Тобольщину и Сибирь и в общем-то до конца не имеем представления о ней и когда я посетил то что осталось от нашего родового имения которое граничило с именем Твардовских от него не осталось ничего когда прошелся по деревням которые однофамильцы моих родственников теперь уже живущих в Москве в Подмосковье Теркова Лапина ну меня это держало 12 лет все 12 лет я потихоньку писал стихи именно о Смоленщине потому что сразу это все не давалось потому что это было связано с временем и раскулачивания мой прадед был расстрелян по 58 статье дед мой убил своего первого немца в 15 лет в семье было 8 человек детей и вообще вся эта судьба которая так характерна для многих русских людей она в общем-то страшна и она не может отпускать вообще я как учитель могу учитель школьный учитель могу сказать что 20 век вообще не должен отпускать русского человека и наверное я где-то словами Твардовского скажу у него есть замечательные строчки найти себя в себе и никогда не отпускать и наверное я себя нашел именно тогда когда приехал посмотрел на эти могущественные просто леса и понял где рождались Орлова 300 лет я прочту единственное стихотворение посвященное Александру Трихонову Четвардовскому я без вести не пропадал под ржевом не замерзал в манчаловских лесах не побывал на правом и на левом омытых кровью волжских берегах и не курил в окопах самокрутки не пил из фляги перед боем спирт не отпускал мне Вася Теркин шутки но смерти мне знаком холодный флирт и жизнь моя не сказка не халява кто скажет мне что я себя берег нас всех с годами встретит переправа я для нее давно не новичок и в миг когда начнется перевозка и лестницей вдруг встанут облака меня поманит из-за солнца тезка признавший в моем сердце земляка спасибо специальная премия 2018 года за большой вклад в современную русскую литературу присуждается Ростовцевой Инне Ивановне поздравит лауреата Геннадия Викторовича Иванова Дорогие друзья когда-то лет 40-45 я был студентом литературного института а у Инны Ивановна Ростовцев уже было литературное имя уважаемое литературное имя ее знала вся литературная страна вы знаете я могу много говорить у нее так сказать сотни публикаций много книг самое главное и самое вот они можно сказать словами даже Самарокова Самароков в свое время говорил что для написания стихотворения нужно одиночество а для отделки его нужен друг так вот именно критик литературовед такой вот друг литературный вот Инна Ивановна очень многим молодым помогла многим многим так сказать писала об очень многих начиная так сказать с Юрия Кузнецова и других так сказать которые потом стали замечательными крупными поэтами вот Инна Ивановна вот сейчас таких критиков не хватает русской литературе и от этого может быть даже она находится в несколько таком так сказать полуанимичном состоянии потому что критик это конечно в какой-то степени так сказать вдохновитель вот такой критик как Инна Ивановна Инна Ивановна дорогая я вам вручаю специальную премию 2019 года за большой вклад в современную русскую литературу и поздравляю вас я конечно хочу прежде всего поблагодарить членов попечительского совета жюри союз писателей России в лице Геннадия Викторовича Иванова которого я знаю и помню как очень опытного и мудрого редактора лучшего изнательства художественной литературы я хочу поблагодарить за то что вручая вручив мне эту премию они дали мне предоставили редкую возможность критику которой всю жизнь занимается поэзией перечитать прозу великого русского классика как правильно сказал Шаргунов неоцененного в полной мере Лицкого и прежде всего его замечательное поэтичное глубокое произведение очарованный странник я получила редкую возможность перед этой премией перечитать это произведение и вспомнить места своего детства и своей юности это Воронеж это Митрофаневский монастырь это Задонск это святитель Тихон Задонский это все места так сказать Воронежского края я должна сказать что первоначально может быть забыли мы эта вещь называлась черноземный телемаг телемаг это сын Одиссея который отправляется в поиски своего отца так вот очарованный странник отправляется по черноземному краю в поисках своей родины своего народа и самого себя когда-то позже намного в другом веке Андрей Платонов тоже воронеже скажет что есть мера одаренности людей жизнью и вот у очарованного странника Ивана Северьяновича была вот эта мера одаренностью жизни но Лесков выводит еще другую формулу должно быть природное дарование плюс опыт а опыт как мы знаем это сын ошибок трудных как сказал Пушкин и вот в результате этого опыта этих трудных ошибок он в конце концов находит себя находит свой народ и он говорит замечательную фразу русский человек всегда пробьется надо сказать что я отчетливо увидела что версты которыми проходит Лескова герой Иван Семерьянович прямым путем ведут 20 век к верстам Марины Цветаевой ее сборник так и назывался версты и там есть потрясающее стихотворение над синевою подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь вредут слепцы калужскую дорогой калужской песенной прекрасной и она смывает и смывает имена смиренных странников во тьме поющих Богу когда-то австрийский поэт а я была в Австрии занималась этим поэтами многими другими австрийскими поэтами переводила стихи Тракля вот когда-то посетив Россию в начале 20 века он назвал ее второй родиной и он сказал замечательную фразу слово должно стать человеком вот опыт Лескова когда мы говорим и размышляем и спорим о современности о том каким должно быть искусство нам Лесков напоминает слово должно стать человеком вот как стал человеком очарованный странник герой Иван Северьянович Галаган будем помнить об этом спасибо всем спасибо Дорогие друзья мы прибыли здесь колеи славы нашей другой премии слове связующая нить я думаю никто не станет возражать если я скажу что труд художественного перевода сегодня очень нужен и очень важен ведь мы живем в многонациональной стране говорящей на многих языках если в советский период нашей истории русский язык преподавался настолько серьезно что большинство представителей молодого поколения живущих в национальных республиках могли на языке оригинала читать русскую классику то сегодня дело стоит куда как хуже русский язык зачастую отодвигается на второй план и преподается в школях с недопустимой легкостью вот простой пример не так давно мы с делегацией писателей были в Якутии в этой великолепной красивой земле территории которой способны вместить всю западную Европу якуты они еще более русские чем мы зовут их Иваны Сидоры Василия Сергея и фамилии у них у всех Иванова Петрова и так далее но вот если возьмем мы какого-нибудь молодого якута десятиклассника Ивана Иванова откуда мыслись в глубинке то можно убедиться что и по-русски он говорит уже не важно а читает и того хуже если спросишь его кто такой Пушкин или Гоголь он лишь пожмет плечами а если задашь ему вопрос о православной вере о вере его отцов и дедов он вообще тебя обдаст колючим взглядом потому что сегодня в Якутии насаждается так называемый культ предков но это не тот невинный культ который существовал в дохристианский период народов севера это специально сконструированный на берегах Патамака очень агрессивный культ который враждебно относится к всему русскому и особенно к православной вере а власть наша как и обычно безмолвствует поэтому нужно возвращать в школы нашу классику пускай в переводах пускай через переведенные произведения Пушкина Гоголя Лермонтова Достоевского они возвращаются к истокам возвращаются к русской классике пускай будет существовать как раньше было это взаимопроникновение культур оно сегодня так необходимо и поэтому труд переводчиков очень высок я выражаю благодарность всем сегодня от имени жюри вручу награду лучшим итак премия 2018 премия 2018 присуждена Елене Олековой за перевод на болгарский язык книги Георгия Адамовича Единство и другие стихотворения поздравляет поздравляет лавриата поэт меценат замечательный друг человек Дмитрий Месболь не говори так больше леценат это не русский благотворительный леценат это кличка конечно Леночка где-то друзья мои знаете вот эта премия всегда думаешь как ее правильно назвать премию за что слово не вяжется тоже пропаганда русской литературы за любовь потому что сегодня переводчик который переводит с русского языка на свой родной язык на болгарский он может только любить Россию больше у него мотивации нету никакой поэтому друзья мои Леночка она я ее знаю достаточно давно значит она волю судеб заканчивала литературный институт наш кстати когда это еще было возможно когда учились представители всех стран и народов как раз на рубеже развала значит нашей социалистической родины она вообще родом из Родопии это родина Орфея что говорить о поэте если она родилась на родине Орфея и особое ей конечно внимание за ту за ту переводчику деятельность за особое внимание к той части литературы нашей зарубежной литературы она полностью перевела практически Георгия Иванова она как бы болгарский язык она издала монографию о нем защитила докторскую диссертацию сейчас она недавно выпустила книгу и закончила труд нашего тоже замечательного поэта парижской ноты Георгия Адамовича Леночка позвольте вручить эту премию и пожелать ей творческих успехов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, благословите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде всего благодарю Дмитрия Александровича Мизгулина который помог мне издат две книги Георгия Адамовича на болгарском языке Единства и другие стихотворения и коментари Нескърки лет тому назад я познакомилась с Аркадием Григорьевичем в имове им в Таборске После разговора с ним и после многих разговоров с моими друзьями и Сергей Козлов тоже и Дмитрий Мизгулин я поняла почему Сибирь земля необыкновенная она принимала мятежных детей России всех времен не как чих-то врагов а как своих детей и именно они эти большие дети Сибири воздвигали города Сибири прокладывали дороги Сибири выстраивали культуру и духовно Сибири превращали Сибирь в крепость России которую никакая сила не сможет ее ни разшатат ни погубит Поздравляю вас Аркадий Григорьевич с 25-летием Общественно-благотворительного фонда Возрождение Таборска Поздравляю всех ваших сотрудников и друзей и благодарю вас за все Поскольку через два дня будет 3 марта А у нас этот национальный праздник День освобождения Българии от турецкого ига от имени своего народа благодарю России русского народа русских солдатов и офицеров за их великий подвиг и самопожертвование в имя нашего освобождения Благодарю всех вас и их потомков за дружбу и приятельства которые никакие политики и всякие незменные людишки не прервут если мы не отказались бы от самих себя Премия 2018 года присуждена Вере Хорват за перевод на сербский язык слово полку Игоря поздравляет лауреата поэт Виктор Кирюшин Что такое слово о полку Игореве для русской культуры отечественной литературы я думаю в этой аудитории объяснять рассуждать на эту тему не стоит а для перевода это сложнейшее удивительное произведение с невероятной поэтической архитектоникой еще языческой дохристианской символикой нужно настолько проникнуться несколько лет насколько я знаю ушло на перевод только комментарии выполненные Верой Хорват составляют 40 около 40 страниц это же настоящий научный просто титанический труд собственно кто-то и сказал что это подвиг духовно-нравственный подвиг одна вот из современных поэтесс по поводу перевода выразилась так вот говорят перевела а я ведь кровь перелила по-моему это именно тот случай спасибо огромная благодарность конечно фонду который поддерживает все это конечно союзу писателей России всем вам которые здесь пришли которые хотели со мною поделить вот эта книжка она вышла и в Сербии и в Черногории огромный привет вам из этих двух стран которые вот нашли силы чтобы вот эту такую вот книгу для нас огромную для нас прекрасную сделали и внутри вот находится мой перевод книга очень по-моему актуальная она как вы сказали глубоко религиозная хотя в ней много языческих элементов ну в катедралах тоже много языческих элементов на самом деле она глубоко религиозная значит она актуальная ее надо читать в смысле слова теперь еще актуальнее чем она была раньше по-моему каждый из нас уже не помнит что тогда когда писалось слово не было вообще не было фикшен этого не существовало это правда истина вот затмение в человеке куда оно вело и как он вот вышел ну на Богородицу на храм Богородицы Пирогожчи это все надо прочитать даже политикам было бы очень полезно читать вот такие вещи а если вам это не мешает программе я бы прочла несколько только строчек как это звучит в моем переводе третьем у меня три перевода номинальный как говорится как в слове потом верлибр и вот стих так что я поэт на самом деле мне захотелось вот так я прочту немножечко можно а вот это я оставлю нашей библиотеке вот вы увидите это станет вашей а я уже говорю нашей вот послушайте много сербизмов в слове вы это знали много болгаризмов даже ничего нет случайного так что вы может быть вам покажете что это старый от наше опши язык песма перва увод как как вы начали начать походу Игоровом словом да речима древним опишемо что се забило у времену новом опеваемо более на наш начин време рата и мука и рана и рана и рана а мисо Боянова смела кад би хтела песмом да прозбори ко орао под облак се пела попут вука потекла по горит верала ко веверика дрвом при помену кнеживских победа и подвига што су били прво десетину сокола би рядом припуштао на лабудже иато чий сокол први иато стигне тай добиа част велику за то пресвих он би песмом от старине прославляо старог Jaroslava и памсислава дишног храброг кнеза што у степи среди соких trava ка согу редеди врат пререза а на утук небројеном пуку или роману дишном као уштап святослава силнога унуку а то бојан на јато не пушта соколове оштроке сиве то прстима спретним он пребира струне које трепере ко живе звоне гусле бојано валира брује саме и кад јих не дира почећемо браћо повест ову од времена Владимира Древног до Игора наше кнеза новог што запе племенитим гневом мужејвношћу што срце наоштри ратни дух потакну снагу мушку он одлучи храбро да завојшти против хуна а за земљу руску спасиба руској земље и странје спасиба агрома премия 2018 года присуждена Фролову Геннадију Васильевичу за перевод на русский язык современной поэзии народов России поздравляет лауреата Геннадия Викторович Иванов Дорогие друзья когда-то наша страна очень серьезно относилась к литературному переводу и тогда появились такие имена как Расул Гамзатов Кайсин Кулеев Стай Калим Фазу Алиева много-много замечательных имен но вот мы живем как бы в другой теперь стране в каком-то смысле и во многих смыслах и теперь отношение государства к этому делу я бы сказал ничтожное вообще не уделяется этому делу никакого внимания и поэтому поэтому сейчас мы не знаем так сказать какой мы не знаем чем дышит так сказать вот литература в Якутии в Дагестане мы знаем почему потому что у нас есть друзья и более-менее знаем но там появляются поэты которые пишут совсем без любви к России там можно встретить стихи которые зовут так сказать к терроризму и чему угодно их конечно не переводят но тем не менее так сказать понимаете раньше этого вообще не могло произойти а теперь это происходит и вот вы знаете когда были переводчики Тарковский Наум Гребнев Козловский много было замечательных переводчиков Елена Николаевская и вот в ряду этих переводчиков был такой человек тогда он продолжает и сейчас слава богу вот рядом со мной стоит Геннадий Фролов он очень много переводил я тогда работал в Израсте современник вот как раз издавал всех вот этих наших национальных поэтов и Геннадий Фролов и тогда еще Юрий Кузнецов вот были такие вот знаете почтовые лошади так сказать перевода так сказать любую книгу любого поэта можно было дать но они конечно языков так сказать не знали и не знают вот это перевод с подстрочника но порой перевод с подстрочника бывает даже лучше оригинала вот это показал нам так сказать и Пастернак вот так что это такое тоже происходит и вот сейчас я значит буду награждать Геннадия Фролова я скажу что он перевел не менее 50-70 поэтов наших национальных переводил романы пьесы детские произведения вы понимаете и это все было очень очень качественно это очень качественно почему потому что еще кроме всего прочего за это хорошо платило государство гонорары вот тогда платили построчно все это было замечательно сейчас государство сказал нет не будем мы так сказать платить больше гонорар ищите спонсоров ищите кого-то еще чего-то еще но вот благодаря такому благотворителю как Дмитрий Мизгулин появилась вот эта премия мы пытаемся как-то так сказать возродить это дело мы проводим разные совещания разные семинары разные круглые столы по переводу но все равно когда нет гонорара это дело жить будет только на энтузиазме на энтузиазме так сказать переводческое дело жить в принципе долго не может оно будет существовать какими-то сегментами небольшими какими-то отрывками вот так что друзья я сейчас поздравляю Геннадия Фролова сам он по себе вы знаете я считаю что переводить может только хороший поэт Геннадий Фролов очень хороший русский поэт я прошу его сейчас прочитать кроме всего прочего свое стихотворение я благодарен всем за премию вообще за вечер потому что вздохнул все обычно живешь один смотришь сам себя и пытаешься какие-то вещи понять а тут много людей которые делают добрые дела вот что касается просчитать ну конечно я переводил разных авторов разных авторов и чтобы не обижать одного не буду читать другого что называется поэтому как говорит Геннадий Фролович я прочитаю свое стихотворение ну чтобы не утомлять не не длинное не о городах и не о селах не о том что прежде и потом о цветах о бабочках о пчелах больше не о ком не о мной измученных подруге не о друге и не об отце о цветах проснувшихся в испуге с крупными слезами на лице не о маме с бабушкой лежащих с вечной печатью на устах обеспеченных бабочках сидящих на кустах оградах и крестах не о людях живших и живущих пусть другой слова о них найдет о бесстрашных пчелах берегущих смерть цветов сгустившуюся в мед не о городах и не о селах не о том что прежде и потом о цветах о бабочках о пчелах больше не о ком дорогие друзья к сегодняшнему дню подоспела очень неожиданная награда нашему председателю жюри Игорю Смолькину из Италии вот она это пришла так сказать нам такая вот грамота или диплом где все написано по итальянски вот но я понял что Игорь тебя награждает замечательного эксперта в области русской литературы вот и здесь видимо тебя благодарят за то что ты итальянцем в свое время помог так сказать разобраться в неких проблемах русской литературы я приглашаю сюда Дмитрия Мизгулина нашего так сказать поэта мыслителя благотворителя который тоже хочет вручить И последний лауреат нашей премии 2018 года Алексис Паранис он награждается за онтологию поэзии русский паранас и более чем 60-летнюю переводческую деятельность поздравить лауреата Дмитрий Александрович Мизгулин Дорогие друзья ну всего ряда обстоятельств я сам получаю этот диплом и доставлю его лауреата в Грецию хотел бы два слова буквально сказать об этом замечательном человеке он в этом году празднует свое 95-летие мысли 95-летие и ну просто он уже как бы врачи запретили ехать по местам боев в Северной Греции где он защищал как бы сказать честь и достоинство сторон он еще ездит но в такую далекую поездку не отпустили он передал самый горячий привет это уникальный человек это человек который когда греческие коммунисты уходили с Северной Греции и вы знаете была эмиграция они ушли ушли в Ташкент мы их вывезли порядка 30 тысяч в 51-м году Иосиф Сталин вызвал генеральную секретарь ЦК Кумпартии греческий Никаса Захарядица и сказал писатели тогда были бойцы идеологического фронта и он сказал дай мне писателя чтобы поступил в Литинститут и так Алексий Спарнинс в 1995-м году поступил в Литинститут он был замечательный драматург он учился самыми замечательными людьми современник который в союз писателей Советского Союза его рекомендовали Симонов его рекомендовал Константин Симонов Константин Пустовский Борис Полевой Александр Трифонович Твардовский это все люди с которыми он жил общался в 1955-м году на международном фестивале в Варшаве он получил золотую как сказать медаль он был его пьеса его пьеса остров Афродиты шла до сих пор не побитый рекор она одновременно шла в 171 театре Советского Союза и только в 60-м году она выдержала 6,5 тысяч постановок представляете что был за человек да это точно вот и сейчас он занимается переводческой деятельностью когда мы с ним общаемся достаточно часто и когда ему исполнилось 90 лет он сказал я наверное в литературе даже не 93 и он сказал я наверное в литературе же все сказал наверное все больше я писать не буду и активно занялся переводческой деятельностью за это время он успел перевести значит буквально за полгода он перевел Пушкина Евгений Онегов он почитал плоховато у него полностью переведено сегодня порядка 300 стихотворений Мариной Цветаевой значит Александра Блу Сергея Есенина значит человек я просто даже хочу вам всем и нам подшелать его творческого долголетия и вот эту книгу мы замечательно издали она уже три издания выдержала в Греции на сегодняшний день более 3000 экземпляров вышло она называется русский парнас параллельные переводы Олега Сапальнца на русском и на греческом языке вот благодаря нашему союзу писателей Геннадий Иванов мы ему вручили грамоту торжественно он еще к этому делу очень тоже трепетно относится перед этим всем огромный привет ребята творческое вам долголетие каждый из вас может зазвучать на греческом языке дорогие друзья завершая церемонию вручения премии я хочу отметить тех людей которым наши премии продолжают быть от Дмитрия Александровича уже было сказано и в этом зале присутствует еще один человек это Александр Витальевич Каменчук писатель причем писатель потомственная его бабушка Мария Сосновских автор монументальной трилогии о русских людях сибиряках куральцах его мама замечательная русская поэтесса и сам он тоже пишет неплохие произведения но самое важное для нас для нашей премии что он нас не забывает и каждый год является нам другом и главным помощником спасибо Александр Витальевич спасибо дорогие друзья я завершаю церемонию вручения я свой долг выполнил и возвращаюсь союза писателей России коллеги у нас есть еще премия называется Бориса Корнилова замечательного русского советского поэта и она вручается ежегодно в Санкт-Петербурге ее получают поэты и люди которые пишут о творчестве Бориса Корнилова замечательного русского советского поэта Сергей Сергеевич Козлов я тебя приглашаю на сюда чтобы мы тебе торжественно вручили скажи два слова можешь даже спеть песню о встрече вы знаете я буду краток потому как все стосковались по фуршету вот я буду я скажу главное давно я не видел столько в хорошем смысле звезд литературы в одном зале и это радует это значит что мы живы русское слово живет спасибо всем слава богу а Гена Геннадий Морозов доехал до нас Гена да это из Тюмени у нас премии региональные все у нас вся Россия здесь присутствует да коллеги завершить я бы хотел сегодня такую вот у нас есть такая премия Югра она тоже учреждена вместе с Союзом писателей России и есть такая номинация которая называется в этой литературной премии за лучшую славянскую книгу на русском языке вы знаете сегодня когда вы заходите в магазин вы видите огромное количество переводной литературы английская немецкая французская фантастическая детективная и совсем исчезла славянская литература ее стало очень мало и сегодня например я когда мы с Сережей были как-то даже в Сербии нам значит Эмир Кустурис подарил свою книжку на русском языке она на русском языке издана но она переведена с французского на русский то есть она сначала севско переводится на французский потом с французского на русский конечно мы как бы не можем какие-то процессы поменять но отметить замечательных людей которые выдающихся мы должны вот в силу ряда обстоятельств уважаемый значит наш иерей Ненат Ильич из Сербии он он не получил эту премию в прошлом году по уважительной причине потому что она пришлась прямо на страстную неделю он хотя и выпускник режиссерского факультета хотя и достаточно известный человек Сербии режиссер и драматург он тем не менее является священником служит в Голландии в Голландии откуда к нам и прибыл сегодня на торжественные мероприятия и ему мы вручаем эту премию этот диплом за замечательный роман дорога на Царьград замечательный роман который вышел на русском языке я думаю сегодня вы услышите его услышите его слова и думайте обязательно прочитаем эту книгу потому что у каждого из нас будет своя дорога на Царьград не буду долго говорить мой русский язык не так хорош забил сорок лет назад я был овде первый раз в Москве на соревновании тогда еще был в гимназии на соревновании мировое соревнование по русскому по знанию русского языка Москва Москва была совсем по-другому совсем другой город теперь я увижу увидел когда прилетел я хотел вам только сказать одну это огромная честь что я получил награду за славянскую литературу славянская знаете что когда в Бога верим Бог слово а мы народ слово мы народ который храним слово что это мы храним смысл на западе где я живу теперь я могу делать разные компарации знаете есть там лучших людей народ чем-то лучше чем мы на востоке чем мы славяне но смысл храним мы и это никогда не забыть иногда история делает и так и так все случается в ней но смысл глубоко в нашем народе хранится и мы хранители смысла и поэтому как один из хранителей смысла я хотел бы это быть очень благодарен за его награду спасибо уважаемые друзья уважаемые друзья геннадий спасибо огромное сегодня и союзу писателей россии и аркадий 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 завершающее слово тебе мы завершили свою церемонию чисто технически хочу сказать что на две группы а гена дорогой ребята слушай иди сюда ребята замечательный я думал ты не приехал вот второй раз хотел пропустить премию ребята премию корнилова в этом году получил замечательный русский не поворачиво слово советский всегда был русским поэтом геннадий морозов он прожил очень долгую интереснейшую жизнь вы все его знаете все знаете его замечательные стихи часть его жизни когда он еще был совсем молодым и юным такие как как мы с геннадием да ивановым он прожил в ленинграде тогда еще тогда мы еще с ним первые познакомились сейчас он живет в рязанской области в городе косимове и я очень рад что он сегодня приехал замечательный русский поэт гена дорогой мой я тебе вручаю вот эту медаль я думаю надо благословить чтобы человек прочитал обязательно это дорогие друзья есть предложение сейчас геннадий прочитает так сказать вот здесь вот лауреатом собраться и сфотографироваться во первых я благодарю за премию дмитрий александрович и союз писателей россии ну вот хочется чтобы и мои земляки тоже порадовались потому что будет видео я привезу в косимов и покажу там мы проведем творческую встречу я расскажу о нашем мероприятии сегодняшнем в самых теплых и светлых воспоминаниях об этом ну а чтобы не тянуть время я сейчас просто прочитаю вам одно стихотворение в связи с тем что я земляк Сергей Александрович Есенина вот родился в городе Касимове в сорок первом году отец у меня погиб на войне в сорок третьем году и я рос со вторым отцом танкистом бравшим Кенигсберг Степаном Борисовичем Шаркуновым поэтому детство мое послевоенное было сами знаете нелегкое и так далее я всю жизнь жил под звездой великого нашего Есенина и до сих пор я живу под этой звездой и непостижимый этот поэт честное слово вот есть талант гениальность дар а есть божий просто дар вот это он обделен то есть не обделен а наделен божьим дар у меня сейчас вышел цикл стихов посвященных Есенину в полном объеме и называется он Есенин тайна русского народа он был опубликован на сайте день литературы а сейчас журнале аргамак выходит в первом номере в мартовском полный цикл вот там посмотрите кто интересуется Есениным это мое видение его не просто березки не просто там изба а это драматическая яркая жизнь полная горечи и слез полное успеха и так далее одно вот из цикла этого я прочитаю Сергей Веселедов любимец наш задиристый мальчишка с пророчеством на горестных губах в застолице вина хвативший лишку ты иступленно дамы ноченьки черны ему тесны вселенские пределы что роковой чертой обведены да этот стих воистину не тленен в нем русская пленительно краса стремительно проходит в нем Есенин прищуривая дерзкие глаза когда он жив он с нами мы единой веры в Россию нашу каждый новый день хотя над ней как тайна Англитера висит небес трагическая тень загадочна и властна ее мета но я хочу поведать об ином о том как я разгульный буйный смертный был усмирен Есенинским стихом он мне помог душою просветлиться позвал сюда где поле речка луг чтобы отдохнуть от суетной столицы и от тебя провозглый Петербург здесь речь родная самой высшей пробы как девочка ласкается ока здесь так же редко морда русофоба как в женской бане рожа мужика земля рязанская ромашковые дали озер зазеленевшие окоем желанной нежностью моего сердца сжали как стих есенинский когда мы с ним вдвоем тот стих бунтарский грозная стихия дивлюсь его бездонной глубине и чтоб добить в России злого змия скорей скачи на розовом коне спасибо зима а спасибо аркадь что им скажет пожалуйста дорогие друзья хочу поблагодарить и хочу попросить меня извинить вот вы видите какой был такой жесткий регламент я понимаю что многим не дал сказать а мы в результате не услышали и роскошь мыслей и роскошь духа но все-таки не обессудьте заканчиваем этот наш торжественный вечер я думаю все-таки вы будете удовлетворены тем что мы о книгах поговорили и о литературе тоже спасибо всем большое спасибо 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 спасибо